МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире новости на телеканале СБС, и в студии Телли Гусейн Заде, и в начале, коротко о главном. 27 октября 2020 года село Гора Юсифли Бординского района подверглось ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, в результате которого погибли 5 мирных жителей, в том числе дети и женщины. 14 гражданских лиц получили ранения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На парламентских выборах в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта», набрав свыше 54% голосов избирателей, тогда как прозападная оппозиционная коалиция набрала в общей сложности около 37% голосов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Явка избирателей на проходящих в Узбекистане парламентских выборах к этому часу превысила 30%. Об этом сообщила местная центральная избирательная комиссия. Впервые в стране депутатов парламент выбирают по смешанной избирательной системе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Иран не должен совершить ошибку и отвечать на удары Израиля, чтобы положить конец этому противостоянию. В то же время президент Ирана написал в социальной сети, что ответ Тегерана противнику будет взвешенным и продуманным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьера-министра Грузии Ираклия Кабахидзе с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии «Грузинская мечта», являющейся ведущей политической силой этой страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям, отметил Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджана-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций стран на Южном Кавказе и более широкой географии. Была выражена уверенность, что страны и впредь будут прилагать совместные усилия, направленные на укрепление стратегического партнерства во имя процветания народов, благополучия и безопасности региона, успешного продолжения взаимовыгодной деятельности в двухстороннем и многостороннем порядке. Итак, в Грузии завершились выборы в парламент, на которых победила правящая в стране уже 12 лет партия «Грузинская мечта». О ситуации в Грузии расскажет мой коллега Ханлар Мехтев. Он к нам подключается. Здравствуй, Ханлар. Что к этому часу? Здравствуйте, мы вчера хотим напомнить, что Грузинская мечта набрала более 54%, а оппозиция около 37%. И, конечно же, оппозиция вчера ночью объявила, что она не признает результаты. И поэтому сегодня в 12.00 возле парламента уже объявили, что будут акции. и кто против результатов выборов в Грузии, их призвали присоединиться к этим митингам, акциям. Но хочу сказать, что возле здания администрации Грузии и также возле парламента уже организована полиция и спецслужбы уже здесь. Безопасность на хорошем уровне. Но увидим, что сегодня произойдет, конечно. Это время покажет. Но хочу находиться в предварительном данном центре избирательной комиссии. Такая информация есть у нас, что Грузинская мечта получила 89 мест в парламенте, а в сложности оппозиции 4 партии получили 61 место. И хочу напомнить, что будет ли вчера же они отказались от принятия результатов. И сегодня Ираклий Кабакиза, премьер-министр Ираклий Кабакиза прокомментировал эту ситуацию. И он сказал, что мы не будем обращать внимание на оппозицию и не будем тратить на них время. Если кто-то хочет получить мандаты, пусть придет. Они уже набрали свои проценты. И по этим процентам они будут сидеть в парламенте. Так если нет, то мы будем продолжать свое дело в своем темпе. И никакая оппозиция, никакие митинги, никакие акции не смогут помешать нашей работе. И, конечно, хочу напомнить, что вчера больше 3,580,290 человек участвовали в этих выборах. И Грузинская мечта набрала больше 1,778,000 голосов. И, конечно, большая активность была. И большая, конечно, азербайджанцы здесь активно участвовали, которые с первых днев поддерживали основную правящую партию Грузинская мечта. И, конечно, вчера основатель партии Грузинская мечта Березина Янашвили и премьер-министр Иракли Кабакиза, также спикер парламента Шалукова Швили, поблагодарил всех тех людей, которые проголосовали за грузинскую мечту и поддержали. Они сказали спасибо за верность, потому что грузинский народ выбрал путь к миру, стабильность. Они сказали нет, только гранди ЛГБТ, они сказали нет инагентам, и они сказали нет тем силам, которые хотели разрушить Грузию и, конечно же, этот регион. И мы тоже наблюдаем за новостями. Пока что моя информация такая, передаю слово. Грузинский народ сделал свой единственный безальтернативный выбор. Он выбрал мир и развитие страны, светлое европейское будущее. Об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Грузии. Ираклий Кабахидзе дал оценку прошедших в стране накануне парламентских выборов, где партия Грузинская мечта получила рекордные 54% голосов. Грузинская мечта набирает на парламентских выборах более 54% голосов. Об этом свидетельствуют размещенные на сайте ЦИК Грузии предварительные результаты голосования по итогам по счёту данных с 99% участков. Согласно информации, за правящую партию проголосовали 1 млн 115 тыс. 576 избирателей, что составило 54,26% от общего числа проголосовавших. Это уже четвёртые выборы. Четвёртые выборы. Тот факт, что одна и та же партия может добиться такого успеха в такой сложной ситуации, является показателем таланта грузинского народа. Преодолевшие порог в 5%, оппозиционные партии Грузии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров. Торонники грузинской оппозиции также остались недовольны результатом голосования. В такой ситуации возникнет противостояние, и, на мой взгляд, противостояние перейдёт из избирательных участков в акции протеста. Для меня, как и для большинства людей, чувство доверия уже потеряно. Я очень разочарован такими результатами. Я не хочу в это верить. Оппозиционное единое национальное движение, созданное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не признаёт результаты парламентских выборов в стране. Об этом заявила глава партии Тина Тин Бакучава. По её словам, Центральная избирательная комиссия страны выполнила приказ Иванашвили и украла у грузинского народа победу и европейское будущее. «Мы не принимаем украденные результаты выборов и не собираемся признавать эти украденные результаты. Победа, одержанная грузинским народом, не принадлежит какой-то одной партии, а принадлежит всей стране и оппозиции, которой грузинский народ совместно дал мандат доверия. Мы будем бороться, как никогда раньше, за возвращение нашего европейского будущего и не примиримся с результатами украденных выборов». Это были первые выборы в Грузии с использованием электронных урон, которые были установлены на 74% участков, охвативших почти 90% избирателей. По данным ЦИК, в выборах приняли участие более 2 миллионов граждан. Явка составила 58,94%. О прошедших выборах поговорим с Азером Мамедовым, кандидатом юридических наук. Азер Малим, здравствуйте. Добрый день, Теллихан. Азер Малим, как вы считаете, что теперь впереди ждет Грузию? Ведь мечта сейчас празднует победу. Вот оппозиция все отрицает. И вот власти Грузии получили сигналы от западных партнеров о том, что отношения с республикой в скором времени будут перезагружены. Об этом Кабахидзе говорит. Вот о какой перезагрузке все-таки идет речь? Я думаю, что для грузинских властей это не является сюрпризом, что отношения с Западом, но Запад, вернее, свои отношения с Грузией, можно пересмотреть. Эти сигналы идут давно, не в первый день, не в первый месяц. Я убежден, что грузинские власти готовы к подобным манипуляциям, к подобным политическим спекуляциям со стороны Запада. Понимаете, тут есть очевидные вещи, которые, я думаю, что уже большинство населения, в том числе и Грузии, понимает. Что в любой стране, в том числе и в Грузии, есть определенные деструктивные оппозиционные силы, которые обслуживают интересы определенных деструктивных сил Запада. Это очевидный факт. Я думаю, что грузинский народ осознал это. Поэтому грузинский народ поддержал правящую партию, грузинскую мечту. Она одержала убедительную победу. Она будет формировать правительство. Она будет определять внешнеполитический курс страны и, естественно, внутреннюю политику страны. Это что означает? Это означает, что в этой стране мы надеемся, мы ждем, что в этой стране, как было до сих пор, так и будет стабильность, так и будет устойчивое развитие в этой стране, независимо от того, что Запад, как будет относиться. Естественно, давление Запада для Грузии, скажем так, имеет значение, поскольку Грузия – это небольшая страна, тем более она, скажем так, не имеет достаточного количества собственных природных ресурсов. Она нуждается в природных ресурсах, энергоносителях и так далее, и так далее, и так далее. Но убежден, что грузинская власть это испытание выдержит, поскольку запас прочности у власти достаточно за все эти последние годы правления страной Грузии. Правящая партия показала себя дееспособной, показала себя реалистичной партией, которая видит сегодняшний день, сегодняшнее время, и видит грядущие, будущее страны, видит, где ее перспективы. Поэтому, тем более, что страна Азербайджана, грузинские власти всегда получают политическую поддержку и будут, если президент Азербайджан, поэтому не случайно поздравил уже, значит, премьер-министр Грузии, отправил, значит, поздравительное письмо. Думаю, что Запад, то, что хочет нагнетать обстановку, это, как и признавали грузинские эксперты, преследует только одну единственную цель, это эскалировать ситуацию на Южном Кавказе теперь уже через Грузию. Но Грузия этого не допустит, друзья Грузии этого тоже как бы не допустят, они будут помогать в этом, значит, в этих усилиях Грузии, чтобы Грузия укреплялась, чтобы она укрепляла дружественные отношения со своими соседями, поскольку отношения Грузии и Азербайджана, конечно, если бы еще Армения подключилась бы к этим конструктивным отношениям на Южном Кавказе, конечно, Южный Кавказ превратился бы в неприступную крепость для злопыхателей, которые так и норовят на Южном Кавказе творить что-то такое, чтобы эскалировало, чтобы дестабилизировало ситуацию. Поэтому мы очень радуемся, азербайджанцы Грузии, которые живут в Грузии, тоже поддержали правящую партию, поскольку они видят перспективы этой партии, видят процветание Грузии именно благодаря той политике, внутренней внешней политике, которую проводит эта партия. Но, опять же, вернемся к тому, что говорит Запад. Я думаю, что на Западе, конечно, сразу не успокоятся, но в то же время не уверен, что они предпримут очень кардинальные такие резкие шаги в отношении Грузии. Поскольку Грузия тоже, несмотря на давление со стороны Запада, и не только со стороны Запада, конечно, я имею в виду и заокеанские, в калучках Грузия, Америка, тоже регулярно и никак не хочет отказаться от своей политики давления, внешнего управления Грузии. Но, несмотря на все это, Грузия сопротивляется этим деструктивным силам, и Грузия пытается и будет вести, я уверен, сбалансированную политику со всеми странами, в том числе и с Западом, и Соединенным Штатом Америки. Я думаю, что найдет точки, общие точки соприкосновения интересов и с Западом, и Соединенным Штатом Америки. И вот этот, значит, пыл страстей, который сейчас накаляется искусственно, я бы сказал, и вне, он быстро спадет. Поскольку эти выборы еще раз очередной раз показали, что даже, скажем так, оппозиция в отдельности и в формате коалиции оппозиционные силы в Грузии на самом деле не имеют существенной поддержки среди населения. Они вообще теряют свои позиции каждым годом. Это очевидно, понятно, потому что народ уже понимает, что происходит в мире, что происходит в стране. Но поговорят, успокоятся, будут какие-то, может быть, какие-то, скажем так, попытки давления на грузинские власти. Но я убежден, что, еще раз говорю, грузинские власти, они уже имеют запас прочности, противостояние подобным внешним давлением. Спасибо. Спасибо большое за Ваш комментарий. Азерма Мамедов, кандидат юридических наук, к нам подключался. Спасибо. Сегодня второй день визита иностранных гостей на освобожденной от армянской оккупации территории Азербайджаном. Делегацию путешественников составляют участники британского клуба «Пикерилс» из 12 стран в составе 33 человек. Накануне они побывали в городах Шуша и Агдама, а сегодня путешественники прибыли в Лачин. Моя коллега Пиари Дунья Малиева выходит на прямую связь со студией. Она находится в Лачине и все подробности у нее. Пиарин, здравствуй. Телли, здравствуй. Приветствую наших телезрителей из города Лачин. Продолжается поездка делегации британского клуба «Пикерилс», состоящей из 33 иностранных путешественников. В Карабах и восточный Зангизур. И сегодня путешественники прибыли в город Лачин. Сначала они посетили территорию в сейерингях города, где были проинформированы об истории Лачина. Было отмечено, что благодаря своей неповторимой природе, древним историческим памятникам, а также масштабным восстановительным и строительным работам, проведенным в этом городе, за короткий период времени Лачин стал одним из красивейших городов Азербайджана. Затем же путешественники прогулялись по городу Лачин. Они ознакомились с ходом работ по реконструкции на улице Зафар, осмотрели первый жилой квартал, построенный на улице 1 декабря. К слову, Телли нам удалось пообщаться с участниками этой поездки. Давайте послушаем. Это наши 12 поездки. Мы были, значит, уже второй день. То есть мы были в Физуле, были в Ахдам, были в Шуше, были мы сейчас к Альбеджару, вот вернулись. Нас 33 человека в этот раз. Это английская группа Пик Рейлс. Ну вот, конечно, впечатления у нас невероятные, потому что столько всего сделано. В то же время видели путешественников, столько было разрушения. Это все тоже видели. Это для них тоже было удивительно, потому что столько было разрушения. И они не понимают, почему так, почему делали такие вандализмы. Для меня большая честь быть в этой замечательной стране. Я считаю, что Азербайджан провел колоссальную работу по восстановлению инфраструктуры региона за столь короткие сроки. Построены такие прекрасные здания. Сама идея этих постройок очень впечатляет. Этим утром мы поднялись в горы и увидели новый завод по производству минеральной воды. В целом, поездка очень интересная и вдохновляющая. Ну что ж, Телли, а я напомню, что делегация планирует трехдневную поездку по маршруту Физули, Ходжавен, Шуша, Ахдам, Кельбаджар, Лачин, Зангилан, Джабраил. У меня на этом все. Телли, тебе слово. Спасибо большое. И злочина подключалась к нам передунья Малиева. 27 октября, на 31 день Второй Карабахской войны, боевые операции продолжались в основном на Ходжавенском, Физулинском, Губадлинском направлениях фронта. Попытки армянской армии атаковать были успешно пресечены. И она, неся большие потери, была отброшена назад. «Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу «Рай-1» на 31 день 44-дневной войны, отвечая на вопрос о том, что на самом деле вызвало начало военных действий в конце сентября 2020 года. Глава государства напомнил, что в течение года переговоры с армянской стороной практически не велись. И для того, чтобы свалить вину на Азербайджан, она предприняла три диверсионные попытки, обстреляв мирные города. «Премьер-министр заявлял, что мы должны вести переговоры не с Арменией, а с так называемыми руководителями Нагорного Карабаха, что было неприемлемо и для нас, и для минской группы ОБСЕ. А также заявлял, что Карабах – это Армения и точка, тем самым полностью подорвав переговорный процесс. В течение последнего года переговоры практически не велись. И для того, чтобы свалить вину на нас, Армения предприняла три диверсионные попытки в июле на границе, в августе заслав диверсионную группу и в сентябре обстреляв наши мирные города. Но они, наверное, думали, что и в этот раз мы будем проявлять сдержанность, но этого не произошло. Мы им ответили, так что они об этом сейчас жалеют. 27 октября в результате мер, принятых азербайджанской армии, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении. На различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы, выведено из строя большое количество военной техники, в том числе реактивная система залпового огня, град и радиолокационная станция. Вооруженные подразделения армянской армии подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу с разных направлений Герамбойские и Бординские районы. В результате нападения на село Горою Сифли Бординского района погибли мирные жители. Число гражданских лиц, погибших в результате ракетного обстрела армянской армии Бординского района, достигло четырех. Министерство обороны сообщило о том, что танки, захваченные азербайджанской армией у противника, в качестве трофея, после ремонта вновь были отправлены в бой. Армения в нарушении нового режима гуманитарного прекращения огня обстреляла город Тертер и села Тертерского района из реактивной системы залпового огня «Смерч». Боевые операции успешно продолжались на Ходжавянском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Азербайджанская армия приближала День Победы. Сегодня в 8 часов утра по местному времени в Узбекистане открылись избирательные участки на выборах в законодательную палату парламента страны и в местные советы народных депутатов. Выборы в этом году впервые проводятся на основе смешанной избирательной системы. Граждане будут избирать 75 депутатов, еще 75 будут избраны на основе партийных списков. Ну а явки избирателей к нам расскажет Борчиной Мусалям Кызы, она к нам подключается. Здравствуйте, Борчиной. Здравствуйте, коллеги. Парламентские выборы в Узбекистане продолжаются. Их наблюдает более тысячи зарубежных и местных представителей средств массовой информации. Как я уже ранее говорила, выборы начались в 8 утра и до этого времени проголосовали уже почти 40% граждан. Также хочу напомнить, что в 40 странах при дипломатических и консульских учреждениях Узбекистана открыто 57 участков. Первыми в 4 утра по ташкентскому времени открылись участки в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Индии. Последними закроются участки в США в 5 утра по ташкентскому времени уже в понедельник. На выборах в этом году тестируется электронная система голосования и она доступна на 10 участках в Ташкенте. И я сейчас хочу предоставить слово специальному корреспонденту СБ Беларусь сегодня Анастасии Целюк. Здравствуйте, Анастасия. Добро пожаловать в Узбекистан. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, уже были в избирательных участках, да? Как идет процесс? Ваше мнение, ваше наблюдение? Да, с Узбекистаном удалось посетить порядка 7 избирательных участков. Очень приятно было, что на момент открытия прозвучал государственный гимн. Да, люди идут с хорошим настроением, они идут на выборы действительно как на праздник. Многие идут семьями, делятся такими положительными впечатлениями, что, несомненно, радуют и говорит о том, что в том числе проведена какая-то подготовительная работа. А эти положительные эмоции, наверное, вам тоже передались? Безусловно, да. Люди активно общаются с прессой. Мы, в том числе, как международные журналисты, интересуемся мнением, с каким настроением идут люди на выборы. Почему все-таки важно, да? От голоса каждого сегодня зависит будущее страны. Люди это прекрасно понимают. На самом деле, такое проявление формы демократии, что, несомненно, очень радует нас, в том числе, как журналистов. Я сейчас сказала, что в 10 районах Ташкента, это чисто эксперимент, в экспериментальном условии проходит электронное голосование. То есть, это новый эксперимент для Узбекистана. Как вы думаете, насколько он может оправдать себя? Потому что эта электронная система уже в более 50 странах уже как бы используется и дала свои хорошие результаты. Да, на одном из избирательных участков мы как раз заставили электронную систему голосования. Во-первых, на мой взгляд, это, конечно, какая-то значительная экономия финансов, да, не нужно затрачивать деньги дополнительно на бюллетене. Плюс ко всему мы видим активность со стороны избирателей, да, то есть, что люди пользуются вот этой электронной формой голосования. На момент нахождения нашего одного из избирательных участков мы видели вот специальный бюллетень, где было написано в электронном формате, что не было никакой фальсификации, что никто вот до момента открытия участков не голосовал. И при нас люди голосовали, мы видим вот эту активность. Мне кажется, это такая форма голосования, которая имеет место быть и распространяться на другие страны. Тем более у нас климат, особенно зимой, очень холодно. И это, думаю, что пойдет только в пользу избирателям, что они не будут терять своего времени. И если выборы, какие-то выборы пройдут в Узбекистане именно зимой, то это будет очень неудобно, да? Да, безусловно. Это в том числе такая экономия времени для избирателей, что не выходя из дома, да, не отвлекаясь от каких-то домашних дел, можно оперативно проголосовать в электронном формате и знать, что голос в том числе будет учтен. Еще один такой вопрос. Вы, наверное, уже знаете, конечно, что у нас впервые проходит голосование по мажоритарной и пропорциональной, то есть по смешанной системе. Как вы думаете, что это может дать Узбекистану? Мне кажется, это в том числе такая, знаете, проявление формы демократии. Это очень интересная форма голосования. И опять же, на мой взгляд, она имеет место быть в плане распространения для, в том числе, стран СНГ. Спасибо большое. Хочу напомнить, что у нас со мной в беседе была специальный корреспондент СБ Беларусь сегодня, Анастасия Целек. Ну, а я хочу напомнить, что за выборами наблюдает более 800 зарубежных и международных наблюдателей. Еще до сегодняшнего дня также состоялись досрочные голосования с 16 по 23 октября. И на досрочном голосовании проголосовали более 1 миллиона человек в Узбекистане и более 130 тысяч человек за рубежом. Голосование продолжается, и мы наблюдаем за процессом. Коллеги. Ну что ж, спасибо за подробную информацию. Борщиной Мусалям Кысы к нам подключалась из Узбекистана. Досрочные парламентские выборы начались в Болгарии. Это седьмые парламентские выборы за последние три года. В стране действует около 13 тысяч избирательных участков. Еще 719 участков будут работать в 57 странах. Право голоса имеет около 6,5 миллиона человек. Но ожидается, что в голосовании примут участие всего около 2 миллионов избирателей. Всего в выборах принимают участие представители 19 партий и 9 коалиции. На 240 депутатских мест претендуют 4858 кандидатов. По последним данным социологических исследований, лидером, по мнению избирателей, является блок партии гражданей за европейское развитие Болгарии и Союза демократических сил, выступающий за укрепление отношений с ЕС и НАТО. За него готовы голосовать около 25% избирателей. За второе место борются два политических объединения. Отменение блок партии «Продолжаем перемены» и коалиция «Демократическая Болгария», также выступающая за проевропейские курсы и партия «Возрождение», призывающая к отмене антироссийских санкций. За каждую из этих политических групп готовы проголосовать около 14% избирателей. Не менее 35 человек пострадали, 6 получили серьезные ранения в результате теракта на севере Тель-Авива, недалеко от базы Цахал-Гли-Глот. Сообщается, что грузовик протаранил остановку, на которой остановился автобус, чтобы высадить пассажиров. Водитель грузовика был застрелен гражданским. Многие из пострадавших были пенсионерами, которые приехали на автобусе для посещения музея. На месте аварии работают спасательные службы. Несколько пострадавших еще придавлены грузовиком и пытаются вытащить. На базе Гли-Глот располагается штаб-квартира Масады, а также несколько разведывательных подразделений армии обороны Израиля, включая известную группу радиотехнической разведки подразделения 8-2-0-0. Иран планирует дать Израилю продуманный ответ. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пизышкиан, комментируя ракетные удары Цахал в дождь на 26 октября. Тем временем союзники Израиля, США, продолжают надеяться на то, что действия Израиля не приведут к эскалации в регионе. В Иране намерены ответить на последнюю атаку Израиля. Президент Исламской республики Масуд Пизышкиан пообещал врагам Ирана, что в случае опасности весь народ без страха встанет на защиту Родины. Судя по всему, Тагеран уже начал готовить основу для притворения в жизнь своих угроз. Так, постоянное представительство Ирана при ООН призвало Швейцарию как председателя Совета безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи с ударом Израиля. В распространенном заявлении говорится, что Тагеран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ после того, как подвергся атаке. Исламская республика Иран настоятельно призывает генерального секретаря ООН и Совет безопасности занять твёрдую позицию решительно и недвусмысленно осудить израильский режим за совершение этих актов агрессии, продемонстрировав международному сообществу, что такие вопиющие нарушения международного права и устава ООН не останутся без ответа. В Иране убеждены в причастности США к последнему ракетному удару ЦАХАЛ по военным объектам Исламской республики. После предствия ООН отметили, что атака не могла произойти без содействия Вашингтона, так как удары исходили с воздушного пространства Ирака, контролируемого американскими военными. В Белом доме эти обвинения пока не комментировали. Действующий президент США Джо Байден лишь выразил надежду, что после израильского удара эскалации не последует. «Последние полчаса я общался с представителями разведывательного сообщества. Похоже, что израильские ракеты не поразили ничего, кроме военных целей. Я надеюсь, что это конец». В ночь на 26 октября армия обороны Израиля атаковала военные объекты в Иране. Главной целью были названы заводы по производству ракет. Иранская сторона сообщила, что атака была отражена, но привела к незначительному ущербу. Сообщается, что в результате израильского удара погибло четыре военнослужащих. «Я не думаю, что они достигли своей конечной цели такими действиями. Хоть они и заявили, что достигли их, на самом деле они не добились того, что намеревались сделать. Израиль должен ответить за пролитую кровь, и это не должно остаться без ответа». «Около двух часов 30 минут ночью мы услышали какие-то звуки и, послушав новости, узнали, что Израиль напал на нашу страну. Однако Израиль – маленькая страна, и мы ранее нападали друг на друга, но они не представляют реальной угрозы для нас». Между тем, портал «Экшес», ссылаясь на свои источники, пишет, что удар Израиля вывел из строя важнейший компоненты иранской программы производства баллистических ракет. По их версии, уничтожение производственного оборудования нанесло серьезный ущерб в способности Ирана восполнять свой ракетный арсенал и может застать его отказаться от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю. Удар был нанесен по объектам, используемым для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана. Уничтоженное оборудование Иран не может производить сам и закупает у Китая, добавил «Экшес». По данным его источников, восстановление может занять не менее года. В Тель-Авиве накануне прошли очередные акции протеста, организованные родственниками заложников, попавших в плен в Хамас 7 октября прошлого года. Протестующие требовали освободить их родных путем заключения сделки. Семьи заложников выразили свою обеспокоенность в в связи с ракетным обстрелом Израилем и Ираном. Они опасаются, что региональная эскалация отдалит их от сделки по освобождению заложников и приговорит их близких к смерти в плену. Сегодня исполняется 386 дней с тех пор, как наши близкие находятся в плену у Хамас, в аду, который развернулся в Газе. После нападения Израиля на Иран мы опасаемся региональной эскалации, которая еще больше отдалит нас от сделки по освобождению заложников, которая могла бы спасти их жизни. Тем самым правительство обрекает наших близких на смерть в плену. По мнению протестующих, правительство Израиля не сдерживает свои обещания, постоянно оттягивая возможное заключение сделки. Прогресс в этом вопросе не был достигнут даже после смерти лидера Хамас Яхьей Синвара, который и считался организатором террористической атаки 7 октября, в результате которой были убиты более 1200 человек, а 250 взяты с заложники. «Какой смысл отправлять еще одну делегацию, когда Нитаньяху продолжает настаивать на своих ненужных дополнительных оговорках и условиях? Израиль уже получил доказательство своей победы. Руководство Хамаса ликвидировано, бригада Хамас распущена, террористическая инфраструктура уничтожена. Хамас потерпел военное поражение. Почему же тогда правительство Израиля не выступило с инициативой о заключении сделки, которая позволила бы вернуть всех заложников домой? Почему правительство не вернулось к сделке, представленной в мае, на которую Хамас согласился в июле, и на которую Хамас неоднократно соглашался в последующие месяцы? Король Великобритании Чарльз Третий и представители еще 14 стран Содружества Наций обещали не мешать, если Австралия захочет стать республикой и сменить монарха в должности главы страны. Об этом говорится в письме помощника личного секретаря короля Натана Росса австралийскому республиканскому движению, пишет издание «Телеграф» и «Гвардин». Сообщение отмечается, что станет ли Австралия республикой или нет – это вопрос для австралийской общественности. Поездка британского монарха в Австралию стала поводом возобновить дискуссии о перспективах провозглашения Австралии республикой. Для австралийцев поездка британского монарха стала поводом возобновить дискуссии о перспективах провозглашения Австралии независимой республикой. Показательным стал отказ главправительств всех шести штатов страны от участия в официальном приеме в честь приезда Чарльза III. Отказы объяснялись разными причинами, вроде необходимости других рабочих поездок в этот день. Поддерживающие сохранение монархии австралийские политики сочли такое поведение оскорбительным. Антимонархическая организация Австралийское республиканское движение уже заявила, что этот визит должен стать прощальным для монархии в Австралии. Во время визита Чарльза III и его выступления в парламенте Австралии. Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торб обвинила короля Великобритании в геноциде. «Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли. Наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ!» – прокричала Торб после выступления монарха. Сенатор также призвала подписать соответствующий договор, чтобы прерывать колониальную зависимость страны от Великобритании. «Меня вывели представители австралийско-федеральной полиции, поэтому у меня не было возможности посмотреть, кто меня поддерживает. Но я увидела несколько кивков от аборигенов в комнате, которые дали понять, что они поддерживают мое сопротивление. Мое сопротивление – это сопротивление моего народа на протяжении более 200 лет. Мы продолжим сопротивление колонии, пока не станем республикой. И нам не нужен король из другой страны, который будет диктовать нам, что делать здесь». Премьер-министр Австралии Энтони Альбанес, назвавший разрыв связи с монархией неизбежным, сразу после назначения в 2022 году создал с этой целью должность помощника министра по делам республики. Назначенный на пост Мэтт Тиселтуэйт говорил о необходимости извлечь уроки из 1999 года, когда в Австралии состоялся референдум о приобретении статуса республики, на котором большинство высказалось против. Он призвал избежать разногласия и постепенно обсуждать модель перехода. Однако уже в январе 2024 года Альбанес заявил, что референдум об отказе от монархии не является приоритетом, и у правительства нет даже приблизительных сроков его проведения. А Мэтт Тиселтуэйт позднее дополнил. Необходимо решить другие острые проблемы, касающиеся в том числе высокой инфляции. А решение вопроса о провозглашении республикой планируется в долгосрочной перспективе. Спустя несколько месяцев Энтони Альбанес упразднил созданную им же должность помощника министра по делам республики. Австралийцы по-прежнему неоднозначно относятся к перспективе провозглашения республики. Согласно результатам проведенного в этом месяце корпорации Ньюскорб опроса. 45% поддерживают сохранение монархии в Австралии. Противоположные позиции придерживаются только 33%. 22% опрошенных не определились. «Мы называем этот визит туром прощания с монархией. Это немного похоже на рок-н-рольный прощальный тур. На этот раз мы с радостью приветствуем Чарльза и Камилу здесь. В следующий раз когда они приедут, мы с удовольствием поприветствуем этих гостей и их с радостью примет глава австралийского государства. Референдум об австралийской республике не планировался в этом сроке правления. Мы очень надеемся, что сможем вернуть этот вопрос на рассмотрение правительства, чтобы они обдумали его по крайней мере в следующем сроке правления. Мы определенно не думаем, что это произойдет через 10 лет. Но это то, о чем австралийцы действительно думают в данный момент. И мы считаем, что это важное изменение для нашей страны, которое должно произойти как можно скорее. Я не выступаю за изменения. Я жду, когда республиканцы выдвинут идею, которая действительно будет чем-то большим, чем неопределенные банальности и призывы к эмоциональным аргументам, и чем-то, что может быть лучше того, что у нас уже есть. Но поскольку я не думаю, что они смогут это сделать, и я не думаю, что кто-либо когда-либо действительно сможет превзойти конституционную монархию. Я монархист, и это то, что мне нравится в нашей системе. Я думаю, что люди моего возраста ищут что-то, что немного выходит за рамки политики. И корона, безусловно, это предлагает. Корона выше политических сует. Она действительно обеспечивает настоящее лидерство. С 1901 года Австралия стала независимым государством, но остается членом Содружества и признает британского суверена своим эффективным главой государства. В 1999 году в Австралии состоялся референдум о приобретении статуса республики, на котором 54,9% высказались против. Премьер-министр государства Энтони Альбанез отмечал, что главой государства должен быть австралиец. Впрочем, он не считает, что второй референдум в настоящее время является приоритетом. Чтобы провести референдум в Австралии, нужно преодолеть два препятствия. Первое состоит в том, что более 50% австралийцев должны проголосовать за. А второе – это решение должно получить поддержку в большинстве штатов. Если бы три штата поддержали референдум, а еще три выступили против, то референдум бы не состоялся, даже если бы его поддержали более 50%. Король Чарльз, как и его предшественница Елизавета II, чувствовали, что это дело австралийского народа, намекая на то, что в Букингемском дворце не будут пытаться препятствовать попыткам Австралии стать республикой. Микаил Таутиев, CBC. Кардинальные изменения облика планеты, уход под воду целых стран или их подтопление – это и многое другое. Последствия глобального изменения климата. Правительства уже сейчас предпринимают меры, которые помогут замедлить или приостановить это влияние. Малоостровные государства сильнее остальных нуждаются в конкретных шагах. Из-за повышения уровня мирового океана, вызванного глобальным потеплением, уже через несколько десятилетий островные государства рискуют уйти под воду. Такие страны сильнее других ощущают на себе изменения климата. Одна из них – Самоа с населением около 218 тысяч человек. Экоактивистка острова говорит о том, что есть и скрытые от глаз, не очень заметные последствия изменения климата. Например, обесцвечивание кораллов и нагрев поверхности океана приводит к миграции рыб. И тогда люди вынуждены искать новые места для рыболовства, что иногда опасно для жизни. «Мы приходим на места, где ещё недавно были пляжи, и наблюдаем, что этих пляжей больше нет. Они полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря. Мы видим это повсеместно. Будучи путешественниками, мы умеем поднимать паруса, ориентироваться в направлении ветра, менять курс при необходимости. Одним словом, всё, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам жизни. Я думаю, мы должны применить это умение адаптироваться и к изменениям климата. Только так можно будет предотвратить более страшные последствия». Великобритания, Австралия, Канада и многие другие страны привели переговоры о климате и взяли на себя обязательства, в частности, Парижское соглашение. Намерение удержать потепление ниже полутора градусов не соответствует принимаемым этими странами мерам. Вы можете взглянуть на их планы по расширению добычи угля, нефти и газа. При таком раскладе обязательства Парижского соглашения не имеют никакого смысла. В докладе Всемирной метеорологической организации, опубликованном в начале 2024 года, говорится, что температура воды в юго-западной части Тихого океана растёт в три раза быстрее, чем в мире. И, кроме того, уровень моря в регионе повышается быстрее, чем в среднем по миру. Азербайджан, как председатель КОП-29, намерен организовать встречу представителей высокого уровня малых островных государств. Это позволит выработать конкретные шаги и меры по их поддержке. И, кроме того, уже ведутся консультации с партнёрами о практическом и финансовом вкладе в поддержку этих государств. «Давайте сосредоточимся на действиях. Сейчас мы находимся в опасной для нашей планеты фазе, где нам нужно выйти за рамки громких заявлений и широких обязательств, которые чаще всего никак не контролируются и не выполняются. Всему человечеству нужно сплотиться и начать предпринимать конкретные шаги. Запады – развитые страны. Те, кто берут на себя большую ответственность и по факту наносят больший вред окружающей среде, должны работать совместно с такими маленькими странами, как Самоа». В условиях нарастающего климатического кризиса роль Азербайджана в международных усилиях по поддержке малых островных государств приобретает особое значение. КОП-29 станет важной площадкой для выработки конкретных мер и стратегий, направленных на спасение этих стран. Усилия Азербайджана в рамках КОП-29 могут стать важным вкладом в глобальные усилия по борьбе с изменением климата и сохранение уникальных экосистем и культур малых островных государств. Элла Адамамедова, Сибиси. К этому часу пока все. До встречи в вечернем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин